Мудрый отец Ребята, сегодня мы повторим пройденный материал. Сегодня мы рассмотрим темы, которые изучили в первой четверти. Мы научились находить в тексте художественно-изобразительные средства, сравнение, эпитет, олицетворение. Мы узнали, что такое стиль речи, такие как художественный стиль, научный, публицистический, официально-деловой и разговорный. Мы познакомились с типами речи, описания, повествования, рассуждения. Ребята, мы научились определять тему текста и основную мысль. Научились составлять и отвечать на толстые и тонкие вопросы. Прочитали интересные тексты о природе и семье. Прочитайте русскую народную сказку «Мудрый отец». Жил один крестьянин. У него был сын. Когда парень подрос и начал помогать по хозяйству, отец говорит, «Гляжу на тебя и вижу, за все дела ты хорошо принимаешься. Скоро возмужаешь, доженишься и сам станешь хозяйничать. Вот и запомни мои слова. Живи так, чтобы в каждой деревне был у тебя свой дом. И пусть у тебя каждый день будут новые сапоги. И живи так, чтобы люди тебе кланялись. Тогда будешь хорошим хозяином». Удивился сын и спрашивает, «Разве могу я поставить в каждой деревне дом? И как можно покупать на каждый день новые сапоги? Да и как мне жить, чтобы люди мне кланялись?» Улыбнулся отец и вымолвил, «Мой совет легко исполнить. Захочешь в каждой деревне быть как дома? Заведи в каждой деревне верного, надежного друга. И будет у тебя там свой дом. А чтобы каждый день были у тебя новые сапоги, надо с вечера хорошо вымыть и почистить свои сапоги. Вот и будут они на другой день как новые. Ну а чтобы люди тебе первым укланились, вставай раньше всех, выходи на работу первым. Тогда все, кто позже тебя выйдет, поздороваются с тобой, поклонятся тебе». Как видишь, в моем наказе нет ничего трудного. И вот когда пришла пора, и сын сам стал вести хозяйство, он внял с советом отца и жил хорошо. В тексте мы встретили слова, значения которых следует рассмотреть. Хозяйство – производственная единица, преимущественно сельскохозяйственная. Например, крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство. Второе значение этого слова – работы по дому, по устройству быта, домашней жизни, семьи. Следующее слово – возмужать, значит, стать взрослым. Значение слова «кланяться» – приветствовать при встрече, делать поклон. Внял – то же, что услышать. Отнестись к чему-нибудь со вниманием. Давайте рассмотрим значение слова «наказ». Наказ – это наставление, поучение, распоряжение. Например, отцовский наказ. Ребята, поработаем с текстом по стратегии «дневник двойной записи». Давайте познакомимся с данной стратегией. Дневник двойной записи записывается в две колонки. С левой стороны записываются фрагменты, которые произвели наибольшее впечатление. С правой стороны предлагается дать комментарий, что заставило записать именно эту цитату, какие мысли она вызвала, какие вопросы возникли. Составим дневник двойной записи по сказке «Мудрый отец». Фрагменты текста, которые заставляют задуматься. Первый фрагмент. «Живи так, чтобы в каждой деревне был у тебя дом». Второй. «И пусть у тебя каждый день будут новые сапоги». Третье слова отца. «И живи так, чтобы люди тебе кланялись». Четвертое. «Как видишь в моем наказе, нет ничего трудного». Ребята, составьте свои комментарии к данным цитатам. Давайте проверим наш дневник двойной записи. Фрагменты текста, которые заставляют задуматься. «Живи так, чтобы в каждой деревне был у тебя свой дом». Какие комментарии можно написать к данной цитате? Давайте прочитаем. «Отец сказал мудрые слова сыну, так как друг познается в беде. Если есть настоящий друг, он всегда тебе поможет. Но следует помнить, что вы тоже должны быть верным другом». Давайте рассмотрим вторую цитату. «И пусть у тебя каждый день будут новые сапоги». Какие мысли у нас возникли по поводу прочитанного? «Следует бережно относиться к вещам, быть аккуратным и ответственным». Следующая цитата. «И живи так, чтобы люди тебе кланялись». Мудрый отец посоветовал сыну вставать раньше всех, чтобы успеть выполнить все дела по хозяйству. Ребята, давайте прочитаем мысли по поводу следующей цитаты. «Как видишь, в моем наказе нет ничего трудного», — говорит отец. «А сын послушал мудрые советы отца и вырос трудолюбивым и хорошим человеком». «Следует прислушиваться к советам взрослых и близких людей». Выполним задание к тексту. Определите, ребята, тему сказки «Мудрый отец». Сформулируйте основную мысль. Найдите в тексте «Прилагательное» с лексическим значением «Имеющий большой ум, опыт». Найдите в тексте «Глагол» с лексическим значением «Немного вырасти, стать постарше». Подберите антонимы к словам «Молодой», «Покупать», «Хорошо», «Забывать». Подберите синонимы к словам «Трудный», «Глядеть». Укажите стиль текста, определите тип данного текста. Ребята, давайте проверим наше задание. Тема данного текста «Мудрый наказ отца». Основная мысль. Данная сказка является примером того, как советы мудрого человека указывают на правильный путь. Сын стал вести хозяйство и жил хорошо. Прилагательное с лексическим значением «Имеющий большой ум, опыт». Верно, это прилагательное «Мудрый». Ребята, а какой глагол с лексическим значением мы нашли? Немного вырасти и стать постарше. Верно, это глагол «Возмужать». Антонимы к словам «Молодой», «Покупать», «Хорошо», «Забывать». Давайте проверим эти антонимические пары. «Молодой», «Старый», «Покупать», «Продавать», «Хорошо», «Плохо», «Забывать», «Помнить». Синонимы к словам «Трудный», «Глядеть». «Трудный», «Сложный», «Глядеть», «Смотреть». Ребята, стиль данного текста художественный. Тип текста – повествование. Составьте один тонкий и один толстый вопрос к сказке «Мудрый отец». Ребята, давайте проверим, какие примерные вопросы мы составили к данной сказке. Тонкий вопрос «Что сказал отец, когда сын подрос и начал помогать по хозяйству?» Толстый вопрос «Почему следует прислушиваться к советам взрослых и родных людей?» Ребята, я предлагаю вам сегодня составить текст рассуждения. А называться наш текст будет «Знание в юности – это мудрость в старости». Ребята, давайте проверим примерный текст, который мы составили на данную тему. Давайте вспомним название нашего текста. «Знание в юности – это мудрость в старости». Мы называем мудрым того человека, который знает много о жизни и окружающем мире. По-настоящему мудрый человек умеет применить знания в своей собственной жизни. А еще он готов поделиться ими с другими. Ведь другие люди тоже нуждаются в знаниях, чтобы стать умнее и счастливее. Издавна люди в обществе уважали мудрецов, к ним приходили за советами. Чаще это были старики. Ведь обычно люди набираются мудрости с годами. Люди всегда стремятся достичь мудрости. Читают мудрые книги, наблюдают за окружающими людьми и природой. Ребята, наш урок подошел к концу. Давайте подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы повторили пройденный материал. Прочитали русскую народную сказку «Мудрый отец». До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова